Приветствую на своем канале всех тароманов, тараведов, просто коллекционеров, любителей таро и любителей эстетики красивых вещей. В данном видео хочу представить вашему вниманию обзор на колоду Хипвич Таро. Называется так колода Таро-Ведьм, либо некоторые еще называют ее Таро-Юных-Ведьм. Издательство Лос Карабео, вот такая в такой упаковке, мне пришло это набор, покажу вам максимально близко. Значит смотрите, колода идет в такой плотной картонной упаковке, коробка на магните, что очень удобно. Сама по себе очень плотная, очень яркая, очень красочная. Уверена она будет для вас многих таким вот ярким элементом вашей коллекции. Вот вы открываете идет основополагающий, да, расклад всех тарологов, с которого я думаю все начинали. Кельтский крест, тут прописано, да, какой аркан, в каком положении, что означает, какая позиция. Непосредственно вот идет литература. Мы сейчас остановимся на ней поподробнее. И идет колода карт. В общем смотрите, колода лежит в такой вот коробке в упаковке. Не могу сказать, что она трудодоступна, тяжело доставать, но тем не менее, не совсем удобна. Когда допустим есть шелковая лента, удобнее все-таки изымать колоду. Но для тех, у кого она хранится в мешочке, это не составит проблем, она у вас будет храниться в отдельно. Для тех, для кого этот вопрос принципиальный, мы думаем приделать какую-то шелковую ленту, не составит вам большого труда. Итак, как вы поняли, рубашка. Мы сейчас колоду отодвинем в сторону. Сделаем краткий обзор этой вот книги, этой вот литературы и собственно самих карт. Итак, данная колода, автором ее является Лаура Туан, художник Антонелла Плотано. Издательство именно этой колоды у меня Лос Карабео, Италия. Мини-издание, я знаю, что издавало издательство Левелин. Именно у меня колоды 2008 года. Состав набора, как вы видели, 78 карт плюс 2 карты. А именно, здесь идет вот карта пустая, которую вы можете использовать, либо не использовать в раскладах. Ну, на ваше усмотрение, да. И вот такая вот карта-рекламка. Ну, она в принципе во всех колодах Лос Карабео. Значит, набор, как я сказала, 78 карт плюс 2 пустые. И с книгой, в моем случае на английском языке. К картам перейдем мы попозже. Итак, смотрим саму книгу. В чем же она говорит? Книга только англоязычная. Здесь, как вы видите, идет содержание, вступление, да, аннотация к самому, к самой книге колоде. И вот у нас пошел, как читать карты, обзор, да. Далее, вот, кратенькие расклады, как работать, как читать, как взаимодействовать с колодой. Какие расклады предлагает автор. Ну, и непосредственно здесь дальше идет, что вам необходимо для работы. Пошло у нас изучение непосредственно языческих праздников колеса года. И пошло описание вот старших арканов. Как вы видите, в каждой карте, помимо вот рисунка, то есть даже если вы не разбираетесь, о чем идет речь, вот подписано. Идет основное значение, то есть непосредственно описание, о чем идет разговор в карте, соответственно, что прописано. Далее идут ключевые слова, далее идет символизм, что же вам хотел сказать художник и автор именно этим арканам. И непосредственно ее глубинное значение. Итак, в принципе, вот, по всей колоде, как по старшим, так и по младшим арканам. Вот пошли младшие арканы. Младшие арканы, видите, более кратенько так описаны. Так, ну, тут две пустые странички, можете использовать для собственных заметок. В общем, в принципе, весь принцип литературы под редакцией Барбары Мур. Барбара Мур описывала эту книгу, помогала, скажем так, в создании методического пособия. Но давайте перейдем непосредственно к колоде. Итак, что же из себя представляет колода? Давайте смотреть. Итак, размер карт стандартный. Здесь 6,6 на 12 миллиметров. Ну, то есть, вы здесь видите, да? Вот здесь 6,6, простите, сантиметров на 12 сантиметров. Идет сама по себе карта. Значит, как здесь распределены масти? Огонь – это факелы, котлы – это кубки, метлы – это мечи и валуны, или они называются камни, это пентакли. Чтобы вам было так понятнее. Ну, карта двора, здесь такого понятия нет, карта двора, потому что, смотрите, здесь вместо пажей идут праздники, согласно языческому колесу года, да? Или они еще называются мистерия. Рыцари – это луна, здесь указывается полнолуние, убывающая луна, растущая, либо новолуние. Богиня – это королевы. И суд – это привычные нам короли. Называется еще испытание, да, которое необходимо прийти. Колода не является классической, она оракульного типа, поэтому многим будет сложно с ней работать. Скажу сразу, она не для новичков, здесь нужно хорошо владеть базой и тем материалом, который здесь представлен. То есть, если вы не будете знать, ну, вы поймете, конечно, по визуальному ряду, вам интуитивно будет идти информация, но тем не менее, без основополагающего материала, который подан в книге, ну, могут быть неверные трактовки. Для тех, у кого проблемы с английским, рекомендую вам этот же набор в русскоязычном издании. И здесь, скажем так, переводом книги занимался великий маг Дмитрий Невский в соавторстве, да, с Барбарой Мур. С его стороны очень прекрасная подача материала, действительно такая глубокая, интересная. Поэтому, кому интересно, я думаю, вас не затрудит, ну, как, либо найти русскоязычный набор, либо все-таки попытаться найти русскоязычную книгу. С позиции нумерации шут здесь нулевой, сила здесь одиннадцатая, правосудие восьмое. Ну, так, давайте же начнем. О чем говорят карты? Первый аркан. Вот я вам буду по арканам так показывать, чтобы было понятно. Первый аркан. Шут. Здесь на этой карте мы видим ведьма Бифана, которая отвечает за риск, за, скажем, какие-то необдуманные планы. То есть, это, знаете, окунуться в омут с головой, действовать необдуманно. Потому что, как говорит данная карта, ну, это, знаете, во-первых, ведьма Бифана – это известнейший персонаж итальянских легенд. То есть, она могла превратить человека, как в козла, свинью, либо другую животное, что, в принципе, здесь и подано в карте. И, скажем так, ключевыми словами – это хаос, это поспешность, потеря. Здесь может быть как разрыв соглашений, ну, так и в целом какие-то новые опасные опыты. То есть, ваши стремительные действия и опрометчивость. Как говорит карта, вот эта вот шляпа, да, которая здесь падает, у нас с головы ведьма, этот контроль над ситуацией. А вот сам факт, что она пытается этого козла тянуть за хвост, вы пытаетесь за счет чужих усилий, скажем так, загребать жар чужими руками. Преодолеть эту гору посредством других людей, посредством других связей. Как говорит Аркан, вот, то есть, вы полны решимости сделать шаг вперед, сделать рвок, но вы не задумываетесь над последствиями. То есть, для вас это будет во благо или же нет. Знаете, вот карта называется «Рискованный путь». Да, возможно, начать с чистого листа сначала, но, тем не менее, неизвестно, что это вам принесет. Далее. Вот у нас маг, карта мага. Вот здесь изображена такая красивая молодая ведьмочка. Называется эта карта, видите, она здесь еще прописана, вот, просто «Ведьма», либо же здесь вот внизу тоже, знаете, как «Кинжал» называется эта карта. Аркан указывает на намерение, на то, что вы полны решимости, потому что это карта новшеств, инициатив, то есть борьба, храбрость, деятельность, контроль, управление ситуацией. Это, знаете, вот образ этой девушки говорит о том, что она, во-первых, сидит на могучем дереве. Это ваша родовая поддержка. Об этом, собственно, говорит этот вот спиленный пень. Потому что, во-первых, вы, вот при помощи кубка эмоций, и у вас вот еще такой вот жезл здесь лежит, да, вы можете контролировать свои эмоции и влиять на ход событий. Ну, то есть, в принципе, плюс-минус здесь идет традиционное толкование аркана маг. Далее, карта жрица. Вот, как вы видите, здесь изображена такая уже женщина в возрасте, которая варит зелье. Здесь сидит у нее сова на плече. Верховная жрица символизирует поддержание жизни, изобилие. Это карта интуиции, терпения, ожидания. Это, знаете, карта полезного совета. Здесь тот же символ матери, женщины в возрасте, женщины мудрой, знающей, потому что изображена здесь сова. И сама по себе вот эта вот ситуация, это, знаете, как карта опознания. Войти в порог чего-то нового, потому что свод арки, это, знаете, как войти в потусторонний мир, познать нечто иное. То есть, проникнув внутрь арки, вы можете получить доступ к самым сокровенным тайным вселенной. Здесь вот этот вот котел, это то, что вам, вы имеете опыт, имеете знания, потому что вот у вас изображена вот эта вот книга судеб, да, как варить зелье, какие ингредиенты нужны. То есть, вы в силу своего опыта, своей мудрости, знаете, какое приготовить зелье, чтобы познать тайны бытия. Так, пошли дальше. Так, далее, вот такая, смотрите, какая хорошенькая у нас здесь императрица. Вообще, не совсем, да, обычная. Здесь эта карта называется еще книга теней. Почему? Вот у нее на руках лежит эта книга теней. Здесь, это, знаете, карта блестящих идей, творческого подхода, успешных планов. Это может быть успешная сдача экзамена. Карта красоты, элегантности. Ну, либо молодой женщины, молодой подруги. Здесь нет указания на символ плодородия, но тем не менее. Как говорит карта, вот это зеркало, это отражение окружающего мира, в котором вы можете найти отгадки, можете найти подсказки, идеи в своей жизни. Книга, это, скажем так, ваш опыт, ваше знание, ваша мудрость, которую вы приобрели, скажем так, со временем. Нарцисс, который вот девушка держит в руке, здесь цветок из нарциссов, это самолюбование. Это нежелание отойти от личного представления о том, что происходит в вашей жизни. В целом, о чем говорит карта? Ну, это вы сверяйтесь со своим прошлым опытом. Карта привлекает вам успех во всех ваших начинаниях, указывает на ваш потенциал. Только самое главное, не занимайтесь здесь нарциссизмом, потому что он может вам все испортить. Далее. Карта император. Видите, это совсем, да, непривычная для нас прорисовка, для классики. Потому я и говорю, что те, кто использует классическую колоду, не совсем она подходящая. Здесь изображена колдовская шляпа, при помощи которой ведьмы могли в любую минуту стать невидимыми. Поэтому, как говорит Аркан, это карта авторитетных людей, практичности, прибыльного бизнеса, успеха, уверенности в себе. Это карта, знаете, вот какой-то поддержки, людей, которые старше вас по возрасту. Потому что, знаете, вот эта шляпа, которая здесь изображена, колдовская, она как вызывает как страх, так и авторитет одновременно. То есть одни ведьмы ее избегают, другие, наоборот, стараются практиковать как можно чаще, да, и нарабатывать себе авторитет, пугая всех остальным вот таким вот колдовским навыкам. Ну и с позиции, скажем так, глубинного значения, это указание на ситуацию, быть хозяином положения, не оглядываться на мнения окружающих. Потому что вы можете сделать все, что в ваших силах. Ну и, как говорит карта, будьте здесь и будьте сейчас, не упустите возможности, потому что впоследствии можете об этом сожалеть. О том, что, скажем так, утратили какой-то удачный шанс, не воспользовавшись своим положением. Так, карта жреца. Ну, жрец здесь плюс-минус тоже, знаете, такой вот у нас архаичный. Почему? Потому что соответствует относительно стандартной колоде. Здесь эта карта называется дерево грецкого ореха. Она символизирует мудрость, долгожительство. Как вы видите, здесь сидит ведьма, которая обучает молодых ведьмочек. Это карта толкового совета, подсказки, доверия, помощи, обучения. Это карта коллектива. Потому что здесь вот этот вот ведьмак, он символизирует мудрость вселенной. Это, знаете, как способность учить, даровать, перенимать опыт. Ну, еще, понимаете, как вот здесь очень хорошо прорисована символика грецкого ореха. По какой причине? Грецкий орех, когда растет, он расчищает себе путь, дабы укрепить свои позиции. Вот так и вы своим опытом и знанием будете расчищать себе все вокруг, нарабатывая свой опыт. Ну, и в целом, как говорит карта, думайте, анализируйте, занимайтесь внутренней работой, растите духовно. Делитесь сомнением с теми, кто может вам дать пищу для вашего духовного роста. Так, дальше. Влюбленный, либо в этой колоде, это еще карта называется подвязка, ну вот подвязка, да, здесь изображена, думаю, так понятно. Но здесь налицо ситуация любовного треугольника, выбора, потому что здесь вот две ведьмы пытаются завоевать внимание молодого человека. Карта нерешительности, болезненного выбора, но в то же время физической привлекательности. Это карта любовного треугольника, увлечений. Как говорит здесь самый главный ключевой аспект в этой карте, казалось бы, да, летучая мышь. Летучие мыши не видят, они считают информацию интуитивно. Так вот, как говорит карта, закройте глаза и доверяйте своим внутренним ощущениям. Вот тогда вы сможете сделать правильный выбор, выбор по сердцу. Да, вот то, что вам близко. Не какая-то физическая тяга, а вот кому у вас есть на самом деле эмоции, способность распознать. Вот в чем символика этой карты. Сделать правильный выбор. Дальше смотрим. Колесница. Очень такая тоже интересная карта. В принципе, стандарт на символике. Здесь она называется метла. Карта свободы передвижения. Карта победы, удачи, жизни в движении. Это карта путешествия. Ну, то есть какие-то вот блестящие идеи, планы, которые получат вашу реализацию. Потому что здесь эта карта безудержных полетов, стремительного движения. Это, знаете, азарт. Самое главное, как говорит карта, не теряйте бдительности, не теряйте контроля. Потому что это, скажем так, может вам принести какие-то будоражащие потрясения. Жизнь – это движение. И чтобы жизнь, нужно двигаться, как говорит этот аркан. Так. Сейчас поправим. Далее. Пошла у нас карта правосудия. Как вы поняли, здесь она уже под восьмым арканом. Здесь она называется сова. Ну, сова, я думаю, ни для кого не секрет. Символ мудрости. И здесь, как говорит эта карта, это карта закона, мудрости, порядка. Это карта обряда, либо предвидения. Здесь может проскальзывать критика, либо ошибка. Здесь также может быть страх перед ошибкой, либо наказанием. Именно по этому аркану. Поэтому здесь глубинный образ этой карты говорит о том, что расплата может быть локальной и сиюминутной. Здесь могут, знаете, как ситуации, когда приходится платить по счетам. Поэтому, если вы уверены в собственном правоте, то правосудие вас минует. Если вы действительно как бы не нагрешили, не наделали плохих дел. В ином случае, вам нужно подумать о том, что вы делаете не так. И как вы после этого будете, скажем так, раслёбывать свои поступки. Так. Карта отшельника. Ну, вот стандартный девятый наш аркан. Только здесь изображен не отшельник, а здесь такая уже пожилая ведьма. Называется она тисовое дерево. Тис вообще, это магическое дерево древних кельтов. То есть, знаете, вообще дерево это было символом похорон, скорби или грусти. И из него изготавливался либо волшебный жезл, который помогал найти дорогу. То есть, карта опыта, мудрости, на которую можно было опереться. Ключевым, ну, как бы, словом именно этого аркана, да, символизмом является необходимая задержка. То есть, это карта терпения, опасения, либо благоразумия, или же, ну, такой вот медлительности. С позиции, о чем говорит вам карта, какой символизм несет, она говорит о том, что здесь вам необходимо взять какую-то паузу, сбавить темп своей жизни, снизить ритм развития ситуации. Потому что вы понимаете, это того стоит, чтобы принять верное решение по вашему вопросу. Тот, который на текущий момент вас волнует. Дальше, колесо года. Ну, колесо года, здесь, я думаю, в виде нарисован символизм. Одна, видимо, нападает на другую во время, ну, обряда, либо какого-то ритуала, дурачится. Изображена вот здесь бузина, сидит совушка, и вот у нас ползает змея. Как говорит карта, это карта необходимых изменений, резкого поворота в судьбе, преображения, либо развлечения. То есть, да, что вы относитесь к жизни легкомысленно. Здесь, как говорит это вот колесо, что вы попали в круговорот событий. От вас на текущий момент, по сути, ничего не зависит. Но, как говорит карта, за вами все равно решение, действовать или бездействовать. Тут, по сути, на это указывают ягоды бузины. То есть, соберешь бузину, будет твоя. Не соберешь, сам себе враг. Ну, то есть, останешься без урожая. Ну, и змея, это как символ мудрости, не относиться легкомысленно к каким-то переменам, к ситуации. Иначе можно прощелкать какой-то удобный для вас шанс. Так, здесь одиннадцатый аркан. Он называется сила. Ну, или трактуется здесь как мандрагора. Мандрагора, кори и мандрагоры. То есть, это растение, которое обладает целебными и такими вот возбуждающими свойствами. Ведьмы с помощью мандрагоры могли колдовать человека, либо лишить его красоты или рассудка. И вот здесь, как вы видите, ведьма оборвняется против оздобленного кота и пса при помощи этого корня. То есть, это карта силы, сопротивления, гордости. Здесь даже, знаете, демонстрация своих возможностей. И глубинное значение карты о том, что эмоциональные раны могут вызвать у вас больше хлопот, чем физические. То есть, держите под контролем свои эмоции. И тогда, скажем так, вы можете перебороть и не только свои страхи, но и какие-то неправильные убеждения. То есть, можете справиться с ситуацией. Дальше. Смотрим. Повешенный. Здесь у нас изображена летучая мышь и две ведьмочки, которые пытаются каким-то образом в ней пошутить. Карта висельника. Итак, здесь это карта жертвы, карта искушения, наказания или же, знаете, как самообладание. Почему самообладание? Потому что вот ведьма и щекотят, она всячески все равно старается на это не реагировать, абстрагироваться от ситуации, дабы сохранить внутренний покой и выспаться. И самое главное, как говорит глубинное значение карты, не поддавайтесь искушению, не поддавайтесь собственной слабости, не раздражайтесь, не выходите из себя. Как бы ни старались все вокруг, те, кто пытаются вас вывести из-за равновесия. Далее. Смерть. Посмотрите, какая здесь смерть. Причем, какая интересная. Здесь, видите, вот такая вот корзина, но здесь не только человеческие кости. Здесь еще сладости, угощения. Вот такая странная прорисовка. Это называется карта коса, либо наперстянка. Видите, у нее на шее украшение из наперстянки. Здесь, знаете, вот смерть для видимых, как говорит карта, не конец ее существования. Это переход на новый этап. И, как говорит эта карта, это карта преобразования, возрождения, как конца, так и начала нового. То есть идет, единственное, что здесь может проходить, инертность, либо дискомфорт. Но перстянка, это одно из лекарственных растений. Она могла, как, скажем так, дать человеку новую жизнь во время остановки сердца, если у человека сердце останавливалось, так и могла его убить, если человек здоров, дать ему, скажем так, чай из этого растения, да, либо сок этого растения. И вот здесь карта говорит о том, что смерть не означает реальную физическую смерть. То есть в большинстве случаев это переход, это трансформация, это ситуация изменений, при котором старая умирает, возрождается новая, либо дается место новому. Но здесь каждый, понимаете, при переменах получит, либо заслужит свое, получит по заслугам. Вот из серии, кому смерть, кому пряники, да. То есть как вы готовились к этой трансформации, как вы будете на нее реагировать, чего бы она ни касалась. Например, смерти отношений, либо там увольнение с новой работы. Вот как вы себе подготовите почву, как вы будете стараться, то по итогу и получите. Так, дальше. Давайте смотреть. Умеренность. Умеренность, либо здесь это аркан называется еще мазь. Это, знаете, как такая волшебная мазь, которая превращалась, ну как, после которой мазались, превращались даже в красавицу, либо исцеляли любые раны, либо при помощи этой мази можно было, ну знаете, как склеить, отремонтировать, все что угодно. В данном случае эта карта указывает на реорганизацию, переоценку, это взятые на себя обязательства, либо апогеи физического состояния, хорошее здоровье, ситуация исцеления. В целом глубинным значением данного аркана является, знаете, как вот такая задача. Мало того, что учиться оценивать себя со стороны, свои возможности, тогда это, знаете, как сама по себе ситуация, что вы изобретете собственное лекарство, сможете быть всегда во всеоружии и противостоять любой проблеме. И самое главное, уметь контролировать свои эмоции и так и соразмерно планировать свои действия. Так, ну дьявол здесь плюс-минус стандартный, как вы понимаете, ситуация, которая оказывает, здесь, видимо, пляшут на шабаше, но они прикованы к дьяволу. Они думают, что они независимы, но дьявол здесь ситуация под контролем искушения, он только за ним наблюдает и хихикает, они полностью в его власти и очень ограничены, хотя этого не замечают. С позиции глубинного света, как говорит карта, беги, пока есть возможность беги от этой зависимости, но не всем это удается. Далее, здесь у нас старший аркан башня, аркан стандартный, который указывает, здесь изображена гора Брокен, она, ну, по типу, знаете, как в Германии эта гора, как у нас в Киеве, лысая гора под Киевом, на которой собирается шабаш-ведьм. То есть здесь, смотрите, изображена падающая ведьмочка и падающий ведьмак с вершины этой горы. Во время ритуала, который они проводили, для них это брушилось как кара небесная, потому что, ну, скажем так, неправильный обряд проводили, либо ввели себя, скажем так, некорректно. Не было у них инициации, либо не было у них посвящения, как следствие идет наказание. Потому что это карта падения, это карта краха, чрезмерных амбиций и опасностей, которые влечут за собой вот эти вот последствия ваших действий. Карта волшебства, карта опьянения, ну и как следствие неудачи или потери статуса. Так, далее. Звезда. Ну, звезда здесь стандартно. Исполнение надежд, исполнение планов, потому что карта эмоций, карта романтической, счастливой любви. Это, знаете, как смотреть в зеркало, как в воду. Вот звезды здесь исполнение желаний. Радость жизни, радость бытия. Луна. Луна здесь непосредственно, жаба здесь символизирует душу грешных людей, когда-то усопших. И вот по, скажем так, легенде, жаба появлялась ночью и под солнечным, под цветом лунного такого сияния, она заново могла превратиться в человека. Но вот эти вот собаки, которые рядом с ведьмами, символизируют, скажем так, ваше окружение, которое относится к вам не искренне. То есть будьте начеку, потому что это символ и сплетен, и пересудов, либо каких-то, скажем так, препятствий, которые может приготовить вам ваше окружение. Дальше. Аркан солнца такой своеобразный. Здесь у нас ведьмочка пытается заставить мула идти вперед. Осла, да? Солнечный ясный день, беззаботный. Но здесь осел уперся и ни в какую. Во-первых, о чем говорит аркан? Вы добьетесь успеха любой ценой, если будете относиться, ну вот, к своим трудностям, не опускать руки и будете их преодолевать. Говорится, ваше желание, труд, все перетрут. Еще как подсказка, не пытайтесь идти на пролом. Действуйте лаской, действуйте какими-то нестандартными методами, и тогда вы действительно получите свой результат. Так, старший аркан суд. Указывать на родовое гнездо. Здесь вот, видимо, собрались проводить обряд, задабривать ворона, принесли ему молоко с целью обретения его мудрости. Перенять на себя эту мудрость, этот опыт, это вот гнездо ворона. Карта возрождения, карта ритуала, карта обряда на сближение, на какие-то вот семейные традиции. Тоже идет по этому аркану. То есть карта четко указывает, ну в принципе плюс-минус стандартные значения, как по классике. И карта мир, карта радости, карта счастливого союза, потому что грипп это символ трансформации, символ роста. Вот эти вот бабочка, жук, муха, вот эта вот сороконожка и паук, это указание на то, что вы живете в гармонии с окружающим миром, с окружающими людьми. И вам не нужно добиваться успеха, он к вам идет сам. Дальше, поехали. Как я вам говорила, масть кубков здесь называется. Масть котлов, вот у нас туз котлов. Здесь ведьмочка целует свою жабу. И здесь нарисован такой вот котел с лапшой. Это карта романтизма, карта любви. То есть это стандартное значение туза кубков. Потому что здесь это карта такого счастливого времяпрепровождения, карта праздника. И здесь, кстати, именно в этой колоде, это еще карта указывает на ситуацию путешествия, как ни странно. В целом, по этому тузу котлов, где он называется еще поцелуй ведьмы, это начало новых отношений. Это благоприятные отношения, благоприятное развитие. Но и такой символизм карты, это знаете, как путь к мужчине лежит через его желудок. Поэтому, если хотите отношения, учитесь готовить. Ну, как бы это ни звучало, но факт остается фактом. Так, подбойки котлов. Здесь ведьма пытается напоить молоком крысу, сову и кошку. Вот достает так молоко, да. Здесь для вас ситуация выбора, может быть, в делах сердечных. Только кот знает, молоко это или нет, да, что на самом деле вы даете. Только он знаток ситуации. Это, как, знаете, карта у вас советчика, который поможет вам в этой ситуации принять мудрое решение. Касаемо ваших дел сердечных. Ну, а в целом карта союза, карта любви, карта партнерских отношений. Так, тройка котлов. Ну, вот вам ситуация романтичных, беззаботных отношений, влюбленности. Отношения на начальном этапе, потому что здесь вот эти вот скейты, ролики символизируют факт легких, беззаботных отношений, не обремененных ничем, они только в начале пути. Котел, то, что ваши эмоции переливаются через верх. Но вот здесь вот крыса и вороны, видите, подъедаются вашего котла. Кто-то будет пытаться снять вам палки и колеса, либо пытаться отломить, знаете, как от вашего пирога. Возможно, засматриваться на вашего мужчину. Так, четверка котлов. Карта праздника. Это, знаете, как объединить усилия, либо объединить какие-то несовместимые интересы ради достижения цели. То есть даже если у вас абсолютно разные взгляды на жизнь, разные планы, разные цели, вы понимаете, что терпение и труд все перетрут. Каза здесь символ плодовитости. То, что сплоченные усилия вашего коллектива дадут вам нужный результат. Итак, не пятерка кубков, а пятерка котлов. Здесь это карта предложения. Но предложение сомнительного. Потому что вот здесь вам ворон приносит бусы. Здесь, видимо, сидит, наводит макияж. Эта карта называется макияж, да? А котел здесь пустой. То есть пусты, пусты, пусты ваша душа. Нет эмоций. Вы хотите новой влюбленности, нового, скажем так, какого-то приключения. Это карта красоты. Это карта эротизма. То есть вы знаете, чем брать. Но какие будут предложения в ответ, стоит здесь задуматься. Так, далее. Шестерка котлов. Карта четко здесь указывает на ситуацию потерь. Когда вы в спешке, не, скажем так, сопоставив свои возможности, сериалями текущего положения вещей, потеряли очень много шансов. Видите, котел упал, все разлилось. И вот теперь вы в рюкзаке пытаетесь что-то найти. Что же сделать, что я сделала не так. Пытаетесь что-то найти, какие-то средства, да, чтобы исправить ситуацию, но не находите. Потому что вам не на что опереться. Вы не предусмотрели ситуацию. Не взяли ничего, скажем так, взамен, да. Не знаю, там котел здесь отвечает не только за пищу, да. Вот перекус, который вы ищете. А в целом за ситуацию, когда вы не предусмотрели какие-то действия, не предупредили. И как следствие у вас идут потери. Семерка котлов. Здесь карта именно в этой трактовке. Видите, насколько, да, отличаются от классики. Сомнительного предложения, потому что это карта выбора, карта союза, карта, ну, знаете, когда вы идете больше не с позиции разума, а по велению сердца. Потому что здесь необдуманный выбор. Это карта обязательства, обручения, свадьбы, любви, стабильных отношений. Но здесь символ змеи, это символ возрождения. Он указывает на духовный аспект, который преобладает над чувственным. И самое главное, как говорит карта, ваша мудрость и проницательность помогут вам совершить верный поступок. Либо принять верное решение, то есть вступать в этот союз или нет. Восьмерка котлов. Ну, здесь карта инициации. Здесь вот показано, да, что хотите вы того или не хотите, вам придется пройти посвящение. Но перед самим посвящением есть возможность исправить еще ряд ошибок, которые вы допустили, либо не учли перед основным, главным этапом. Что-то недоучили, что-то, скажем так, недосмотрели. Потому что здесь это карта возобновления, окончания дела, изменения и корректировки ваших планов. Закат солнца – это символ того, что решение будет принято вовремя, до того, как настигнет ночь и исчезнет возможность что-либо рассмотреть. То есть вы сделаете верный выбор. Дальше. Девятка котлов. Ну, вот здесь ведьма, называется так, крушение ведьмы, да. Карта самоуверенности, неудачи, краха и потери. Ну, потери восстановимы. Это карта для вас урока. Потому что здесь вот осел предоставляет собой упрямство, с помощью которого вы пытаетесь достичь цели. Ну, а потеря, скажем так, и вот этого ковша со всеми ясными, которые вы насобирали, и шляпы указывает на то, что вы не вникали особо в происходящее, слишком поторопились. Поэтому и не получили планируемого результата. Но, тем не менее, как говорит карта, чтобы не попасть в это глупое положение, на будущее продумывайте все до мелочей. Десятка котлов. Ну, это стандартные десятки кубков. Карта уюта, карта семейного очага, семьи, счастья, полного такого, знаете, бытия. Так, далее. Как я сказала, пажи, рыцари, дамы и короли здесь такового нет. Это называется по-другому. Все эти арканы у нас лежат, как карты двора в конце колоды. Сейчас мы будем проходиться по номерным картам. Итак, масть Пентакли, либо она же называется масть Волунов. Ну вот, туз Волунов у нас указывает на ситуацию расчета, потому что это карта выгоды, важного сообщения, успеха, либо приятных новостей. Здесь у вас сумочка с кормом. Это, знаете, как благодарность за те новости, либо за ту информацию, которую вам принесут, либо за сотрудничество. То есть, как говорит Аркан, не будьте скупы, всегда платите по счетам, либо умейте вознаграждать людей, и вам это дозвется старицей. Потому что здесь карта четко говорит о том, что не забывайте о тех, кто помогает вам. Потому что у вас есть все, чтобы расплатиться с ним на пользу, да, к тому, кто вам ее принес. И вам это вернется старицей. Двойка Волунов. Ну вот здесь конфликт ради конфликта, когда уже люди не помнят, ради чего они поскандалили, но уже просто, знаете, как вошли в раж, и каждый отстаивает свои интересы. Но вот здесь Аркан четко указывает на ситуацию беспокойства, препятствия, ссоры, неприязни. Самое главное, как говорит Аркан, именно в этой ситуации постарайтесь прийти в компромиссу, потому что здесь не будет победителей, здесь будут только одни проигравшие. Так, троечка Волунов. Ну вот здесь ситуация ритуала, ситуация обряда, уверенности в своих силах, становления. Потому что это карта магической работы, это карта важного события. Здесь проходит и помощь от влиятельных людей. И в целом это, знаете, контроль и власть над ситуацией. Как говорит Карта, в сложившейся ситуации вы можете сделать все, что от вас зависит. И вы не ограничены чем, кроме собственных сомнений. Четверка Волунов. Ну здесь карта, вот видите, когда ситуация против вас. Вот сыпятся камни, не знаю, насколько они видны, да, вам на голову. Вот сыпятся листья, вот здесь и стервятник ожидает окончания ситуации. И вот как насмешливые вороны наблюдают за происходящим. Аркан, по сути, называется западня. Он указывает на важность решения. Это сложность достижения цели. Это карта ограниченности, ярости, либо даже заключения. Может и так. То есть, это точение в тюрьме, либо вы можете находиться в больнице. Потому что здесь, вот каменная структура, она имеет двойственный символ. С одной стороны, она символизирует безопасность и запрещенность. Но с другой, это ограниченность, уязвимость в замкнутом пространстве. Ну, очень четко описывает эту ситуацию Дмитрий Невский в своем переводе, да, вот этого методического пособия. То есть, здесь ему огромная благодарность за столь точную преподносимую информацию. Но, как говорит карта, в общем, если... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...